Возможно, даже что-то прикольное получится. А пока мой рабочий стол вот так выглядит. Это очень вкусно. Уже гвоздь программы. Очередная пластиночка. Много классных мыслей, много о чем можно подумать, пока читаешь. Всем привет, меня зовут Аня. Вы на канале Эднарисовала Гордость. Сегодня воскресенье, и я планирую начать записывать новый влог. Так что зову вас провести вместе со мной пару ближайших недель. Знаете, бывают такие дни, когда ничего особо не получается, и у меня сегодня именно такой день. Я вот решила очень оперативно записать несколько видео, но получается, что я даже одно сегодня не запишу. Я начала рисовать картинку для нового формата, но мне она не нравится, и я не хочу ее заканчивать. И видео снимать мне неудобно, потому что звук с камеры мне не нравится. Я пока не придумала, как с этим работать. Петличка не подходит к моему телефону. В общем, я пока что в раздумьях, и решила, что не буду себя мучать, не буду снимать это видео. Картинка не могу сказать, что она прям плохая, но вот как-то не слишком сильно она мне нравится. Не хочу выпускать отдельное видео с ней, поэтому, возможно, с вами закончу. Возможно, даже что-то прикольное получится. А пока мой рабочий стол вот так выглядит. Тут мой импровизированный штатив из нагромождения книжек. Вот, я планирую немножко почитать, и потом, возможно, с вами вместе закончу эту картинку. Полежала, почитала я немножко, и решила, что все-таки, наверное, картинку закончу вместе с вами. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» В общем, я решила, что раз уж у меня не съемочный день сегодня, то будет день готовки. И сделала вафли, карамелизировала нектарины. Вот такой получился десерт. Рецепт для вафель сама придумывала. Я так полистала, что туда добавляют. Поняла, что все добавляют просто, что хотят. И решила, что я тоже сделаю так. Получилось вроде бы вкусно. Кстати, картинку тоже дорисовала. Вышло не так плохо, как я думала изначально. Можно было, наверное, все-таки снять видео. Но зато вы посмотрели немного спидпейнт. Это просто быстрый подсъем, чтобы сказать, что это очень вкусно. А мы дальше смотреть «Бруклин 9.9». Ну вы только прибыльтесь на эту роскошь. В прошлом влоге я вам показывала, что я сама нарисовала схему для коробочки, для кейса под масляную пастель. На этой неделе мне его сделали. И сейчас собираюсь заполнить его масляной пастелью. Все будет храниться удобно и красиво. Что я вам хочу сказать? В дни дня без огорчений. Очень большие ячейки получились. Немного я не рассчитала. Поэтому будем переделать кейс. И где-нибудь ближе к середине или к концу влога, я думаю, что покажу вам переделанный. Нам тут пришла очередная посылочка с ВБшки. И я решила показать вам, что мы заказали. Начнем с очень большой коробки, с которой куча вот таких вот баночек. Еще вот таких вот баночек для того, чтобы красиво и эстетично хранить всякие каши, макарошки. Вот. Дальше. Это Катюшина штука. Для ее художественных материалов. Органайзер такой. И к нему, кстати, еще такие наклеечки шли. Книжечку заказала. Кундера у меня на этот год в планах. Надеюсь, что успею почитать. Так. Это моя новая петличка. Потому что, к сожалению, прошлое так и не заработало. Я заказала другую. Надеюсь, потестировать сегодня. И надеюсь, что все будет классно. Такая петличка. Ну и, конечно же, гвоздь программы. Очередная пластиночка. То, чего я больше всего ждала. Вообще-то, я больше всего петличку ждала. Но не только ее. Первая пластиночка Дуалипы. Боже мой. Очень красиво. Очень красиво. Я сейчас с вами открою. Потому что там внутри обещают Blue Carousel. Смотрим. Вау. А что-то терпелось у меня стенку. Возможно. Конечно. Возможно или конечно. Вот такая. У нас первая пластиночка цветная. Я думаю, мы скоро с вами оценим, что там. Мне очень понравился радикальный оптимизм. И поэтому я решила, что из всех трех альбомов Дуалипы ее я больше всего хочу. Вот. Она у нас появилась. Да, Бэкстрит Бойс. Знаю. Номер один. Можете напеть начало I Want It That Way? Серьезно? Лады? You are my fire. Номер два. Продолжайте. Номер три. Номер четыре. Номер четыре. Друзья, я решила к вам подключиться немного с лицом, чтобы рассказать об очередной книжечке, которую я прочитала недавно. На днях дочитала книжечку Селесты Инг. И повсюду тлеют пожары. И хочу с вами поделиться впечатлениями, пока она не стерлась из моей памяти. Хотя я надеюсь, что она не сотрется из моей памяти. Потому что это очень классная книжка. И, собственно говоря, поэтому я решила вам рассказать о ней. Прослушала ее в аудио на BookMate. Давно хотела познакомиться с этой авторкой. Но как-то все откладывала-откладывала. И решила, что наконец-то пришло время. Эта книга повествует о многих персонажах. Я очень сильно люблю книги, в которых довольно много персонажей. И там рассказывается история встречи двух семей. Мамы с дочкой. И довольно большой, полной семьи. В которой трое детей. И нам рассказывается о том, как эти семьи встречаются. При каких обстоятельствах. И как у них происходит взаимодействие внутри их общения. Здесь я решила рассказать об этой книжке. Потому что мне очень интересно показалась тема, которая сдрагивается в этой книжке. На самом деле там очень много о воспитании детей. О том, как родители относятся к своим детям. Мне эта тема очень понравилась. Очень понравилась, как она раскрыта авторкой. Много классных мыслей. Много о чем можно подумать, пока читаешь. Но тут хочу рассказать о интересной штуке, которая есть внутри книги. А именно о том, что одна из главных героинь. Мама девочки, которая приезжает в городок. Она фотографиня. И я думаю, что здесь много творческих людей, которым интересен путь творческий других людей. Пусть даже выдуманных. И здесь дается очень необычный подход к созданию своих произведений. К восприятию своих произведений. И она именно концептуальный фотограф. Она создает необычные снимки. Она много работает над идеей. И как раз таки в книге довольно-таки четко рассказывается позиция этой героини. И дается много о том, как она создает свои произведения. И о том, как она их сама воспринимает. Хочет ли она от них заработка, какой-то известности. Хочет ли она продвигать свои работы в массы. И ее творческий подход, он довольно интересно описан. Я не буду здесь подробно рассказывать о том, как героиня относится к своему творчеству. И как она создает свои работы. Но мне кажется, что люди, которые занимаются творчеством. Им, наверное, было бы интересно познакомиться с этой книжкой. И посмотреть именно на то, какой прикольный подход используют героини. Друзья, я решила дать небольшой апдейтинг по спортику. Если помните, в прошлом влоге я вам рассказывала о том, что турник я повесила. Но я на нем не занимаюсь. Потому что у меня то не хватает времени, то не хватает сил. И, в общем, я решила хотя бы пробовать висеть на нем каждый день. И как-то получать хоть какой-то прогресс. Ну, в общем, это все у меня не получилось. И времени стало еще меньше. Дело еще больше. И я решила поискать какие-то упражнения. Как мне вообще начать тренироваться. Посмотрела кучу видосов. Пришла к выводу, что на данный момент удачнее всего будет тренироваться через несколько дней. Подтягиваюсь я на фитнес-резинках. И сейчас у меня план тренировок такой, что я раз в три дня подтягиваюсь по 30 раз. То есть я делаю три подхода по 10 раз. Да, это трудно. Но это в целом выполнимо. Я попробую хотя бы несколько месяцев вот так вот потренироваться. Посмотрю, будет ли какой-то прогресс. Если я буду замечать, что мне будет становиться легче, я буду сокращать количество дней, в которые у меня отдых. Но, как я поняла, нельзя заниматься каждый день в любом случае. И советую просто в дни, когда не занимаешься на турнике, делать упражнения другие. Я стараюсь делать упражнения другие, какие-то легкие тренировочки просто для дисциплины. Посмотрим, что будет получаться. В любом случае здесь с вами поделюсь. У меня, конечно, категорически мало времени, чтобы записывать среди недели. Как-то вот очень-очень плохо сейчас все со временем. Вчера я легла спать в 9, внезапно уснула. Вот так, наверное, усталость накатила. И сегодня я планирую лечь спать не раньше двух. Я сейчас полна сил. И планирую хорошенько еще почитать. Но мне еще нужно кальян помыть, потому что завтра собираемся поехать на природу покурить там кальян. Я очень давно об этом мечтаю. И пока еще тепло, пока еще лето, нужно выполнять свои хотелки. Кстати, еще хотела поделиться такой фигней, которая, наверное, знакома очень многим людям. Это то, что у меня несколько недель было довольно мало заказов по фрилансу. И, например, на прошлой неделе я в некоторые дни даже думала мне порисовать на заказ или для себя. Потому что есть свободное время, можно посвятить его рисованию для себя. И вот на этой неделе мне написали прям все мои заказчики, от которых я ждала какой-то фидбэк, ответы. И я снова в дедлайнах. Я стараюсь как-то с этим справиться. Я надеюсь, что на выходных я прям очень ударно порисую. Прям, если честно, очень хочется много порисовать на выходных. У нас тут на работе полным ходом идет упаковка подарочных наборов. Вот тут крафт для наполнения. Такую соломку делаем. Лежит в таких милых шариках. Короче, это эксперимент, которых еще не было в моей жизни. Разные кальяны я курила. Но кальян на древесном угле я еще не пробовала. Вы увидите результат этого эксперимента только если он удастся. В общем, это просто маленькое включение, чтобы сказать вам, что все получилось. Если у вас когда-нибудь не будет угля для кальяна, то в целом можно заменить. Вот, а еще здесь рисую красивые картинки параллельно. Я, если честно, целое лето мечтала вот так посидеть на уличке, покурить кальянчик и отдохнуть. Включение, чтобы показать, что кейс все-таки у меня есть. Отсортировала по цветам. Пока что поставила больше бюджетных мелочков. Хочу их как-то по-быстрому допользовать. И потом уже полностью забить более такими классными мелками. Для сравнения размеров вот кейс, который у меня сейчас. И вот здесь вот аж вот такой вот кейс, который был до этого. Сегодня домой на попользоваться принесла шуруповерт. Я уже приносила перфоратор, приносила дрель такую мощненькую. Вот шуруповерт в первый раз, хотя на работе постоянно им пользуюсь. Я вообще обожаю шуруповерт, это мой любимый инструмент. Считаю, что мне уже нужно и дома купить с собой. Привет, друзья. Не знаю, сколько времени пришло с моих последних включений. Я пришла с вами немножечко поболтать. У меня сейчас такое ощущение, что я вернулась на несколько лет назад, когда я пыталась начать снова вести YouTube. И я тогда хотела снимать влоги раз в сезон. Я хотела подсъемы делать реже. В целом вся моя жизнь была менее насыщенной, чем сейчас. Я стараюсь ее для себя создавать. И тогда мне хотелось как-то оставить с собой эти моменты, запечатлеть их и делиться своей жизнью, своей творческой жизнью. И этот влог я снимаю уже долго. Вообще я планировала выпускать видео раз в три недели. То есть два раза выпускать какое-то творческое видео и один раз влог. Потому что все-таки влоги это не слишком популярный формат на моем канале. Во всяком случае сейчас. И поэтому их смотрят реже, комментируют тоже реже. Это меня очень расстраивает. Но я очень сильно люблю влоги. Я пересматривать их люблю. Вспоминать, что вообще происходило у меня в жизни. Поэтому от этого формата я не отказываюсь. И буду продолжать снимать. Но этот влог я записываю уже, наверное, месяц. Произошли некоторые изменения в моей жизни. О которых я тут рассказывать не буду. Поэтому видео на этой неделе не было. Но это видео, я надеюсь, свет увидит. И сейчас я пришла рассказать вам о том, что я наконец-то домучила одну из книжек. Дочитала я «Сто лет одиночества». Долго очень шла я к этой книжке. До того, как она даже на моих полках появилась. Я собиралась читать ее у Маркеса первой. Потому что, ну, это очень красивое название. Оно очень манящее. Тут я не буду пересказывать сюжет. Не буду очень много про книжку говорить. Скажу только то, что я не могу сказать, что я очень большое удовольствие получила именно от книги. Но я очень, но я очень часто ловила себя на мысли, что я хочу вернуться к ней и читать ее. Я ее читала несколько недель. Наверное, недели три, может быть, четыре. С такими перерывчиками. И все время, когда я ее не читала, я думала о том, вот как я ее буду читать. Мне кажется, это одно из таких свойств литературы, которую мы считаем великой. Это именно то, что как бы ты ни относился к героям, как бы ты ни расценивал сюжет, все эти повороты. Но ты все время думаешь о книге. Ты в нее проваливаешься, и ты как будто бы живешь на страницах этой книги. И у меня с этой книгой случилось именно так. Я не полюбила героев, о которых я читала. Я не то чтобы очень сильно завлеклась историей семьи, о которой я читала. Но я невероятно сильно влюбилась в язык Маркеса. Его способность описывать чувства, переживания героев и вообще в его язык. Это просто что-то невероятное. Вот именно с точки зрения языка это, наверное, одна из таких книг, которые в последнее время меня очень сильно в себя влюбили. Я сто процентов буду что-то еще у Маркеса читать, потому что свое мнение о нем, как об авторе, я не смогла составить по этой книге одной. Поэтому когда-нибудь, думаю, поделюсь с вами моим впечатлением о других книгах этого автора. Одно могу сказать точно. Магический реализм это действительно та вещь, которая меня очень завораживает. Очень мне нравится это свойство латиноамериканских писателей. Хочу продолжать с ними знакомиться. Мы досмотрели Пруклин 9.9 и я пришла у вас узнать. Не посоветуете ли вы мне еще какой-нибудь классный ситком? Действительно смешной, небанальной, потому что это было потрясающее путешествие. Нам очень понравилось, очень быстро посмотрели. И я очень благодарна Овощевозу за то, что они вставили Tell Me Why в одну из своих игр. И мы из-за этого посмотрели этот сериал. Что я вам скажу? 9.9. Друзья, у нас сегодня вечернее подключение. Забыла вам днем ноготочки свои новые показать. А показать их нужно сейчас, потому что я только вчера их сделала. И мне не очень нравится дизайн. Я собираюсь его переделывать. Вот, поэтому нужно показать. Привыкайте к вечерним подсъемам. У нас скоро осень и только вечерние подсъемы. И будут вообще помогать моему блогу жить. Вот, о ноготочках отчиталась. И пошла снимать их. Мы с вами на том же месте, практически в то же время. Передела я вчера ноготочки. Все-таки очень довольна. Вот, с такими буду ходить в ближайший месяц. Хотелось мне все-таки еще не переходить на какие-то осенние оттенки. И хотелось сделать что-то такое яркое, летнее. Получилось. Привет всем. Сегодня у меня планировался очень продуктивный день. Я планировала снимать вне дома. Снимать несколько тосов. Но я сегодня проснулась заболевшей, простывшей. И поняла, что день у меня будет, скорее всего, домашний. Если к вечеру получше станет, может быть, на уличку выйду погулять. Поэтому я решила, что хватит откладывать все дела, которые я откладывала до этого. И собрала такой вот списочек дел себе на сегодняшний день. Конечно, пока я собрала себя в кучу уже начала первого. Проснулась я довольно рано при этом. Ну вот, как-то нужно было мне прийти в себя. И я планирую поделать сегодня делишки, которые очень долго откладывала. Это не суперэнергозатратные дела. Но это дела, которые действительно просто нужно сделать. Я вообще очень хочу пол помыть дома. Но для этого мне сначала нужно убрать со стола. И я очень давно хочу собрать коробочку с маникюрными штуками. Я подумала, что вот этот кейст, который получился неудачным для пастели, я, наверное, использую как раз таки под это. Все буду складывать просто как влезет. Единственное, что гель для наращивания я вот положу временно в такую баночку. Тут какие-то неудачные очень баночки, они протекают. Вот, поэтому я, чтобы не запачкать кейс, буду хранить вот в этой баночке. Субтитры сделал DimaTorzok Так, друзья, я сразу решила и под столом убрать, так что покажу вам, что я здесь делаю. Во-первых, коробочка с маникюрными штуками теперь у меня здесь. И лампа, и аппарат с фрезами у меня вот там вот лежит. В принципе, это раз в месяц только доставать нужно, поэтому прям слишком загромождать свое подстолье я не стала. Тут у меня провода лежат в коробке от Tasty Coffee. Тут у меня лежит всякое мерчевое. Там пакетики упаковочные, вот такое. Здесь у меня стоит еще один стол складной, и там лежат рисунки. А тут у меня сторона, посвященная рисованию. Новый кейс с пастелью масляной. Моя коробочка с масляной пастелью, которую я с собой таскаю. Гуашь компактная. Вот тут у меня стоит тушь от Малевича. Тоже далеко не убираю, потому что у меня есть некоторые планы на нее. Вот. У меня пастель масляная. Тоже остатки и повторки. Там у меня коробочка с гуашью, с баночками. Скотч. И здесь у меня кейс от Фотика. Вот так вот теперь у меня здесь. В целом, конечно, дышится лучше, когда чисто. За кадром я успела почистить галерею. Покажу вам здесь, сколько было, сколько осталось. Все, что не нужно, поудаляло. У меня очень много фоток, которые я делаю. Не знаю зачем, многие из них не выкладываю никуда. Ну, скажем так, на память. Вот. Из того, что оставила такого более или менее нужного, только вот незаконченные камешки, то, что еще нужно дорисовать. Там есть всякие материалы в сохраненках. Вот. А так, по рисункам постаралась максимально почистить, потому что у меня очень не структурированы рисунки в галерее. Просто не в попад. Все. Оставила в основном только фотки. И сейчас приступим к лисим бродам. У меня просто книжечка лежит вот здесь, под моей корзинкой со всякой косметикой уходовой. И лежит она здесь уже очень долго. Как бы не полгода. Поэтому, мне кажется, стоит уже разобраться с этим и убрать ее на законное место на полочке. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И сейчас покажу еще одну картинку Она прям такая классная вышла Вот вторая картинка Такая более наполненная Более детальная Очень нравится как получилось Я люблю рисовать картинки со множеством Каких-то небольших деталей Которые хорошо отражают Героев которых я изображаю Ребятки, это маленькое приключение Из моего такого Импровизированного лазарета В общем, все-таки я заболела Но я усиленно лечусь Пью молочко с медом Кушаю печеньки И смотрю зачарованных В общем, лечение проходит нормально Надеюсь, скоро пойду в строй И на этом хочу завершить влог Получился он длинный Надеюсь, интересный Очень жду ваших комментариев Очень жду ваших лайков И, как всегда, забыл подписаться на мою телегу Чтоб мы с вами были немножко ближе Пока И увидимся в следующем видео